Всем привет и ко мне приехала очередная посылка из Поднебесной. Вы уже знаете что там такое, ну а я сейчас узнаю. Итак, вскрываем. Так, тут какая-то коробка в пупырчатой пленке. А это что? Какие-то еще запчасти, которые не влезли в коробку? Так, трубка, резиновый кружок, теперь пластиковый кружок, поцарапанный немного, еще кусочек пластика. Так, ладно, с этим потом разберемся, сейчас давайте посмотрим на саму коробку и на то, что там внутри. Итак, здесь у нас наушники в такой вот яркой разноцветной коробке. Так, называются они Super AQ S1. Название написано на коробке и на самих наушниках тоже должно быть. Итак, давайте откроем и посмотрим, что же там внутри. Больше ничего интересного на коробке не написано. Так, тут нас сразу встречает чехольчик для наушников с мятным названием. Потом достаем сами наушники. Ну а также, как обычно, макулатура, инструкция, гарантийник и быстрый гайд. Так, это вроде бы все. А нет, хотя нет, вот еще пакетик с кабелями. Так, что тут? Здесь 3.5х3.5 кабель, переходник. Также имеется и маленький microUSB. Ребята, камон, microUSB, это прошлый век. Переходите на Type-C. Ну а сейчас давайте посмотрим на наушники поближе. Наушники складные, белые, с красным, очень интересно смотрятся. Как я уже говорил, есть надпись с названием наушников. Также есть надпись возле дужек. Будь молод и будь свободен с другой стороны. Также сами дужки выдвигаются для того, чтобы было удобно людям с разными размерами головы. Также для удобства наушники имеют небольшой ход. Амбушюры мягкие и из такого, можно сказать, пенного материала. Также на каждом наушнике есть микрофон возле дужки. Эти микрофоны нужны для эффекта проницания. Еще в наушниках есть функция шумоподавления. И еще внутри наушников, видите, есть красные буквы для обозначения левого и правого наушников. На правом наушнике, кстати, расположена вся мультимедиа. Здесь кнопки управления. Посередине кнопка включения, она же плей-пауза, а по бокам кнопка перемотки трека, если задержать на пару секунд. Однократное касание увеличивает громкость. Дальше идет кнопка шумодава с индикатором, потом разъем 3.5 и разъем микро-USB для зарядки. Красная часть дужки, кстати, тоже мягкая, сделана из такого прорезиненного материала. Наушники удобно держатся на голове, вот смотрите, сидят довольно-таки плотно, мне в них удобно, никакого особого дискомфорта они не вызывают и в них можно подолгу находиться. Теперь давайте расскажу вам про звучание. Звучание мне понравилось, оно довольно-таки чистое, частоты все в норме. Для тех, кто любит бас, низких, конечно, будет маловато, но в остальном наушники очень хороши. Для их цены в районе 50 долларов это вообще супер наушники, потому что помимо хорошего качественного звука, они еще и долго работают от одного заряда, порядка 20 часов. Также, как я уже говорил, они очень удобные и уши от них не устают. Есть у них шумодав, он неплохо справляется со своей задачей. Также мне нравится их внешний вид. Есть, конечно, и минусы у этих наушников, я, по крайней мере, заметил только два. Первый – это microUSB разъем для зарядки, потому что у меня реально напряженка с этими проводами, а то, что идет в комплекте, очень маленький. Да и разъем microUSB быстрее выходит из строя, чем тот же Type-C. Ну и второй минус – это система микрофонов для эффекта проницания. Из-за того, что они расположены сверху, туда задувает ветер, и на улице приходится постоянно включать шумодав, чтобы хотя бы было слышно музыку нормально. Но я думаю засунуть в эти отверстия микрофонов небольшие кусочки поролона, и в принципе это должно немного поправить ситуацию. Ну а в общем и целом наушниками я доволен, спасибо, что смотрели, и увидимся в следующем видео.